Проникновение воды внутрь судна может вызвать потерю плавучести и остойчивости. В шторм необходимо усилить контроль за обеспечением водонепроницаемости корпуса. Контроль включает в себя регулярные обходы вахтенными матросами доступных частей судна, регулярный замер уровня воды в льялах, контрольные откачки. Если осушительный насос качает дольше, чем необходимо обычно для осушения льяльных колодцев, вахтенный механик должен доложить об этом на мостик. Наблюдая за поведением судна, можно обнаружить признаки ухудшения остойчивости и появления водотечности. Это увеличение периода бортовой качки, появление и постепенное увеличение статического крена, изменение статического крена с одного борта на противоположный, увеличение дифферента, увеличение заливаемости палубы без видимых признаков усиления ветра и волнения, поступление воздуха из закрытых помещений, что можно заметить, например, по надувшимся вентиляционным чехлам. При обнаружении водотечности изменяют курс и скорость так, чтобы была возможность обследовать место предполагаемой пробоины и вести борьбу с водотечностью. Наилучшим в этом отношении является положение против волны с максимальным уменьшением скорости, так как движение по волне с пониженной вследствие водотечности и остойчивостью может быть опасным. Следует принять меры для скорейшего обнаружения пробоины и предотвращения распространения воды в другие помещения судна, ввести в действие осушительные насосы, лечь в дрейф, чтобы поставить на пробоину пластырь, изменить курс так, чтобы пробоина была с подветренного борта и приступить к ее заделке. Если судно терпит аварию в открытом море и не имеет возможности уйти в укрытие, а своими силами с водотечностью экипаж справиться не может, капитан должен обратиться за помощью к ближайшим судам или спасателям. В случае, если все принятые меры оказались безуспешными и судну грозит гибель, капитан обязан заранее подумать о мерах по спасению экипажа. Борьба с потерей остойчивости При обнаружении признаков недостаточной остойчивости и появлении кренов попытка улучшить остойчивость судна перекачиванием топлива или воды из танков одного борта в танке противоположного, либо прием балластной и цистертной забортной воды не является лучшим способом. При этом возникают дополнительные свободные поверхности жидкости, которые уменьшают метацентрическую высоту и ухудшают другие характеристики остойчивости. Во время приема забортной воды в пустые танки особенно резко падение остойчивости происходит в начале. По мере затопления отсека остойчивость возрастает, поэтому балластировку все действия с топливом и водой необходимо выполнять в порту или же заранее перед штормом. Если же необходимо прибегнуть к балластировке во время шторма, ее выполняют в такой последовательности. Определяют метацентрическую высоту судна по периоду бортовой качки. Выбирают танк для заполнения, предпочитая танк, расположенный в наиболее низкой части судна и имеющий малую ширину. Рассчитывают уменьшение метацентрической высоты под влиянием свободной поверхности жидкости во время приема балласта. Приводят судно носом против волны, отрегулировав скорость таким образом, чтобы кажущийся период волны был за пределами резонансного периода. Во всех случаях, когда позволяет место расположения мерительных трубок и условия погоды, выделяют матроса для замеров уровня воды в балластном танке. Время балластировки должно быть минимальным. Особое внимание уделяет окончанию приема балласта, чтобы не подорвать танк. Появление начального крена – это вполне нормальное явление, поэтому не следует останавливать прием балласта. Задержка и колебания в балластировке, когда уже имеется свободная поверхность танки, могут только ухудшить положение. Иногда во время шторма при смещении груза пытаются устранить крен укладкой заново или штифкой сместившегося груза. Чаще всего такие попытки не дают положительных результатов. КОНЕЦ